Ну а теперь можно повернуть и поддон установить на двигатель. Поставил я форсунки. Протираю, обезжириваю. Пока он перевернутый, я в маслоприемник налью маленько масло. Обезжириваю блок и обезжириваю поддон сам. Намажу герметик и устанавливаю. Все, поддон я намазал герметиком. Берем его, накрываем и прикручиваем. Затягивай. Все, готов двигатель. Теперь перевешиваю его на коробку. И можно будет накидывать коллектора, кронштейны и устанавливать на автомобиль. Вот так эта вся конструкция выглядит. Краном перецепляю, поднимаю, откручиваю от станины. И уже подкатываю и вешаю на коробку. Со станины здесь снимать-то легко. А на коробку потом подгонять уже приходится немножко повыпендриваться вокруг. Подкатил, соединил, наживил, а теперь затягиваю. Поставил здесь поролоновую прокладку, вот эту температурную, и кронштейн нижний. Раскидываю проводку. Раскидываю. Раскидываю. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Новую прокладку идет металлическо-профилированная. Устанавливаю на место рампу и насос высокого давления. Новую прокладку ставлю. Новую прокладку ставлю. Затягиваю. Ну и теперь можно насос гидроусилителя поставить. Ну и так же затягиваю насос. Два болта роголовка на 14. Ну а теперь устанавливаю коллектор. Затягиваю. Можно накинуть катушки. Свечи я уже установил. Наживляю, затягиваю катушки. И подключаем проводку. Проводка у нас сразу на двигателе осталась. Очень удобно затягиваю. Устанавливаю. Затягиваю. Затягиваю. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Компрессор кондиционера и коллектор Добавил субтитры DimaTorzok Затягиваем Компрессор затянул Устанавливаем термостат Вверх клапаном И устанавливаем крышку термостата Уплотнительное кольцо на термостате Резиновое еще хорошее Наживляем сверху снизу И затягиваем Шпильки смажу Ставлю новую прокладочку Также беру новую прокладочку Ставлю на коллектор На это соединение И устанавливаем коллектор Наживляем И затягиваем его Коллектор Коллектор я установил Затянул Смазываю резьбой И ставлю Экран Затянул Тук-тук Тук О, отстакт Покрасивее Немчик сверху поставим Затягиваем На щуп установил Новое колечко Ставим на место щуп Щуп стоит на месте Наживляем И закручиваем Теперь устанавливаем Генератор Затягиваем Генератор затянул Устанавливаем Кронштейн Устанавливаем Все разъемы Футбол Устанавливаем Низанавливаем Затем Низин Установил, пока только наживил, не затягивал шкиф помпы, поставил, но еще не затягивал натяжитель ремня. Затягиваю и натягиваем ремень. Накидываем ремешок. Так, ну вроде бы должен быть так. Теперь берем головку на 19. Шестигранную. И опускаем натяжитель вниз, при этом придерживаем ремень. Продолжение следует... Так, проще одеть через что-то другое, потому что у нас на генераторе бортик высокий. Все, ремень установлен. Теперь затягиваю болты шкива помпы. Все получается, я скидал. Теперь дело за малым. Сейчас привезти должны сальники на коробку, на привода. Сразу будет удобно заменить как с одной, так и с другой стороны. Потом привод только втыкаем и уже с приводами поднимаем. И также привезут пыльники на рулевую рейку. Тоже удобно заменить сейчас. Жду и продолжаем дальше. Ну а пока ожидаю. Между делом почищу, как видно, все в коррозии. Почищу эти шпильки с обоих сторон. И смажу болты крепления подрамника все. Пришел пыльник. По кроссу вывалился Hyundai. Он был по наличию, поэтому ждать долго не пришлось. Брали его 57740 1H00. Чуть-чуть у него посадочные меньше, чем у родного. По длине такой же. Ну а денем. Силикон творит чудеса. Откручиваю контрогайку. Считаю сколько здесь витков. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 7 витков. Голов ключи на 19. Так. Снимаю хомут. Снимаю хомут. Так. Отрываю этот хомут. Отдеваю отверткой. Пыльник от времени уже устал. Брызну силиконом. Также здесь тоже силиконом брызну. И одеваем его на тягу. Пыльник отверткой. На посадочное место одел. Одеваю на место хомут. Пыльник отверткой. И одеваю его на рейку. Затягиваю капроновым хомутом. Пыльник отверткой. Пыльник отверткой. Пыльник отверткой. Пыльник отверткой. Пыльник отверткой. Смазываю резьбу. Смажу резьбу здесь. Накручиваю гайку. От края 7 витков я считал. Пыльник отверткой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И накручиваю наконечник. Контрогаю. Все затянул. Теперь выдергиваем привод. Привод я здесь предварительно. Еще сидит. Сейчас проверю сальники. По размеру, не по размеру пришли. Потому что заказали фирмы Картека. Опять же из того, чтобы быстро пришло. Не оригинал. Подсвечу. Вот такой вот сальник. Номер его 190-351-99-B. Размеры его 35-63. Сейчас примерно замерю, чтобы зря не выдернуть. Тридцать. То есть 63 наружные. Значит, можно наверное его поддергивать. Монтажкой его за внутреннюю обоему цепляю. Все, вот он сальник. Берем новый, протираем посадочный. Беру оправочку. Подходящего диаметра. Можно чуть-чуть больше взять. Аплодисменты сюме. Все, сальник сидит на месте. По кромочке он ровно сел, но у него посадочная получается ниже края по старому сальнику, как он стоял, поэтому я его еще осажу. Все, сальник сидит на своем посадочном месте. Беру привод, попадая в шлицевую и хлопком загоняю на место. Также аналогичным образом еду меняю со второй стороны. Сальник я тоже заменил, размер здесь другой. Со второй стороны размер сальника 35, 55, 9 на 16, 9 ширина сальника и 16, вот пыльник его. Фирмы НОК, номер AH 2083ЕО. Вот такой вот номер. А здесь указан вот размер. Ну я его заменил, уже установил. Также я заменил пыльник на рулевой рейке и кронштейн смазал сразу смазкой, потому что у нас привод выходил, подвесной подшипник туговато. Беру привод, тоже на нем смажу посадочное и устанавливаем. Волосок. Здесь у нас есть направляющая. Смазываю болты. И наживляю их. Затягиваю. Привод я затянул. И также на втулках стабилизатора я подложил подкладки с одной и с другой стороны. Стабилизатор у нас поджат. Болтаться уже не будет. Втулки ждать долго было, там 10-12 рабочих дней оригинальные. Другие брать не захотел. Но FBest все равно не ходит. Так, ну все. Опускаем кузов. Опустил вот до такого состояния, еще два сантиметра опускать. Гаечку пока наживлю. На подрамник смазал на приводе шлицевую. Беру новую шаровую CTR CBT-67. Сразу ее устанавливаю. Завожу привод в ступицу. Смазываю шпильки. Берем монтажку. В рычаг вставляем. Заводим привод в ступицу. 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 все шара у нас зашла немножко и отводим чтобы нам гайку наживить рулевой наконечник и стойку стабилизатора уже установим когда приподнимем сейчас опускаем выставляем подрамник на место и выставляем верхнюю подушку ловим все подвесил я двигатель здесь прикрутил подушку осталось снизу гайку прикрутить также здесь болт подушку прикрутил сейчас раскидываю проводку и вот этот пучок завожу в салон проводку в салон завел теперь здесь разводим по месту проводку шланги на печку 1 и 2 я подключил теперь остается у нас подключить топливный шланг на питание просто защелкиваем его ну и оденем фиксатор защелкиваем и одеваем проводку в блок а а КОНЕЦ Прикручиваем массу. Здесь две массы. Обе прикручиваем. Также подключаем вентилятор. Короче, подключаем все сопутствующие соединения, которые мы разъединяли. Теперь все подключаем. Проводку подключил. Также ставлю патрубок. Корпус воздушного фильтра. Затягиваем. Одеваем. Карданчик на рулевой вал. Пыльники менял. Рейку немножко сместил. Поэтому сейчас поворачиваю руль и ловлю свою метку, которую я сделал. Так, где-то примерно вот так вот. Да, абсолютно верно. Метка на валу и метка на карданчике. Теперь опускаю карданчик. Все совместилось. Закручиваю болт. И зажимаю его и нижний, и верхний, и верхний, потому что я тоже отпускал. Остается нам только одеть на место пыльник. Защелкнуть его и защитный колпак надеть. С помощью трещотки защелкнул. Одеваем защитный колпак. И одеваем капроновые гаечки. Поправляем коврик и все. Рулевой вал у нас закреплен. Подрамник я закрутил все болты. Устанавливаю стойку стабилизатора. Использовать буду три пятерки. Номер ее идет SL 3640. Смазываю резьбу. Смазываю резьбу на рулевом наконечнике сразу. Закручиваю, затягиваю и шплинтую. Здесь еще лыжу я не ставил. Сейчас будем наживлять. Сначала все болты наживим, а потом уже будем затягивать гидротрансформатор к маховику. Коленвал. Поворачиваю. Здесь пока окно видно, можно пальцем покрутить гидромуфту и подловить болт. Все, один болт я наживил. И так по кругу крутим и наживляем все шесть болтов. Если первый болт сразу затянуть, предпоследний и последний, есть вероятность не попасть в отверстие. Болтики я затянул. Закрываю лючок и устанавливаю лыжу. Лыжу я затянул. Теперь снимаем вот это графитное кольцо старое. Добавляю . Закрызгали. Добавляю. Готовую. Закрызгали. Начинаем на дне. и устанавливаем штаны резьбу я здесь смазал сразу смажу болты наживляем также наживляем сзади и затягиваем все глушитель я затянул теперь одеваю патрубок на радиатор и хомут одеваю и также одеваю шланги на охлаждение коробки защиту пока ставить не буду после этого опускаю автомобиль заливаем масло антифриз и запускаем двигатель заливаю моторное масло заливаю масло в гидроусилитель моторное масло я как и говорил toyota оригинал 5б40 номер ее идет 08 880 80 375 здесь еще добавлено в коробке было масло грязное поэтому в коробку я заливаю 4 литра свежего масла это вот то масло что я слил с коробки она темная до этого мы замену делали заливали татачи тип т4 и банку четырех литровую еще взял обновим масло заливаем и не спеша потихонечку масло в коробку я залил три с половиной литра прогреем потом выставим уровень сейчас заливаем антифриз антифриз заливаем фирмы синтек красный же 12 антифриз налил ставим клемму аккумулятора и пробуем запускать так мы пробуем так 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 Давление погасло. А заводиться не хочет, почему-то бензонасос не работает. Так, ну попробуем еще раз. Разобрал здесь все. Не защелкнул верхний разъем на проводке. Вот снимал там разъемы и верхний до конца не защелкнулся. Все отлично. Все отлично. Почему чек светится? А вот и чек светится. Обороты почему-то плавают. Ладно, пусть поработает, пусть погреется. Ну все. Прогрелся автомобиль. Я уже остудил его. Сейчас опять завел. Проверил, как он давление газит у него на холодную. Газит очень быстро. Температуру набирает, вентиляторы включаются. Выставил уровень гидроусилителя, антифриза. Масло я добавил буквально грамм сто. Поэтому там по максималке что было. И в коробке добавил масло. На этом все. Теперь будет ездить. Уже скажет результат. Ну я думаю, расхода уже не будет на стажера. На этом переборку двигателя я закончил. Заменил кольца, цепи, колпачки маслосъемные. Кладыши. Ну и прокладки. Всего вам доброго.